Напишите десятизначное число, самая левая цифра, которого показывает, сколько в десятичной записи этого числа едини. Следующая за ней показывает, сколько там в тройках. Следующая, сколько в тройках. Девятое, сколько там в девятых. И, наконец, самая правая цифра показывает, сколько там в тройках. Что я сейчас фактически делал в этой таблице? Я ее столбцы пронумеровал словами вместо цифр. Итак, представьте себе, единиц у вас будет там столько, да? Дальше, следующий столбец, двоек. Да, а отвечать нужно цифрой. Не числом, а именно цифрой. Двоек, троек, четверок. Ну и так далее, да? Что я буду тебе заполнить? Я в предыдущей таблице просто вверху вот эти 0 и 9 заменил на слова. Соответственно, они теперь цифрами не считаются. И в подсчетах не считают. А сделано тоже то же самое. Придумайте десятизначное число. Самая левая цифра, которая показывает, сколько в нем единиц. Следующая показывает, сколько там двоек. Следующая, сколько троек. Следующая, сколько четверки. Девятая показывает, сколько там девяток. А самая последняя, то есть самая правая цифра, показывает, сколько улей. Две единицы обещают, одну двойку, троек вообще не будет, четверок тоже не обещают, пятерок не будет, шестерка будет одна, семерок ноль, восьмерок ноль, девяток ноль, и нулей сколько? Шесть. Спасибо. А просто? Нет, все, нет. Другим способом? Да. К сожалению, эта задача единственное решение, поэтому считайте у себя ошибку, пересчитывайте про каждую цифру. Так, господа, давайте проверять, верно ли это решение. Две единицы нам помещали, и действительно в этой табличке есть две единицы, вот они, да? Вот две, теперь двое, действительно одна двойка, нулей написано шесть штук, действительно шесть. При этом шестерок одна, стезопалка. Между прочим, можно доказать, довольно несложно, что это число действительно единственное. Идея доказательства простая. Господа, вообще-то в числе у нас десять цифр, поэтому сумма всех написанных вами цифр должна равняться десяти. Поскольку понятно, что цифры какие-то будут повторяться, значит, будет обязательно все-таки несколько нулей. Ну а дальше надо просто посмотреть, сколько будет нулей, нужно посмотреть варианты, и у вас, честное слово, все получится. Спасибо. Спасибо.